всем привет сегодня я с вами в дружной компании прогуляюсь еще раз по городу 1 сегодня будет очень интересное видео потому что мы встретимся с сергеем который только что вернулся из беларуси он расскажет что можно провозить в беларусь а что нельзя и вообще валюту можно везти или нет говорят же что евро нельзя везти в беларусь так вот сергей нам все расскажет сколько стояли на границе самый главный вопрос сегодня гуляю около торгового центра грандос здесь есть большая норфа сколько там у нее иксов xxl очень большая норфа всякие магазинчики там есть кафешки вот такие почтоматы но их много омнива еще если не пак еще какой-то д дпд есть кофе почему кофе интересно евро 50 степа евро 50 а если пустой стаканчик то 50 евро центов здесь можно взять палочку крышку здесь довольно таки такой оживленный район потому что много жилых домов паркинг видите весь занят абсолютно весь и даже вечерами ночами здесь тяжело поставить машину может ставят люди которые работают где-то в офисах или живут в этих домах то ставят вот здесь там что балтийский проспект уже на той стороне дороги вот виднеется пятиэтажка это дома балтийского проспекта и около торгового центра можно ставить всего лишь на два часа вот так несмотря на то что это вообще еще как бы бесплатная зона бесплатный район но только на два часа камера стоят наверное они в камеры видят они что тут написано паркинг платный написано вот паркинг платный вот эти вот копеечки 10 20 50 паркинг платный первый раз вижу что здесь паркинг платная кому платить сколько стоит интересно ребята идут на мосты или бангладеш чайки так кричат они обычно кричат и он там кружат над домом но они обычно кричат когда будет на море шторм и они все прилетают допустим с моря в город это вот первый признак когда кричат чайки что будет шторм хочу это такая акция на пантанов после где после загара вот это евро 75 жиле это хорошо не знаю после в общем зашли встретила олесю зашли в еврокос случайно на алиса такое бывает случайно здравствуйте 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 а что надо увидеть думаешь я вижу так почитаем что пишет путос это будет пенка написано жилье там два вида в общем тайко 100 все что я увидела пенка тайко 100 а это такие шарики классные кидаешь в ванну и они это пену тоже создают два три евро ой какие дорогие кошмар 20 евро ароматы для дома но довольно таки большая бутылка 200 миллилитров вот 125 миллилитров 7 евро акция на краску только я не знаю эту фирму color какая-то элген color а так 497 неплохая цена кстати а я крашусь вот такой вот краской да нет не такой боже какой выбор краски посмотрите наверху лореаль все цвета полет представляете целый огромный стенд я специально отхожу дальше чтобы вам передать картинку как много красок для волос все цвета и все оттенки для женщин все для женщин все для женщин здесь продают духи и стоит баночка с кофе если вы их перенюхали то надо понюхать кофе и тогда запах уходит а есть что-нибудь что-нибудь интересное я не про алкоголь а про духи какие-нибудь интересные мисс dior допустим нет здесь таких не бывает нет здесь не бывает в еврокосе в магазине мисс dior не бывает есть такое ну более дешевые варианты всякие так а мы пошпионим что леса леса дезодорант вот сколько стоит дезодоранты помнишь тема была когда мы были во вьетнаме что там очень дорогой дезодорант 269 а там дешевле чем 4 евро и не было кстати помнишь я тебе рассказывала что у меня есть шампунь и она не очень пенится вот вот этой фирмы натура сибири к 6 евро однако а где женские дезодоранты сейчас посмотрим какая у них цена вот 250 270 есть конечно и по пятерочке мне шариковые не очень нравится потому что они как-то говорят забивают пор и не очень полезно лучше всего вот этот который спрей какая гадость какая гадость это ваша заливная рыба мужчины тоже должны вкусно пахнуть конечно вкуснее чем женщины хороший кстати запах расчески деревянные кого туда какая цена как это интересно деревянная легкая легкая боже как сейчас много всего до раньше вот наше время не ждет хороший запах но испанский да а сейчас всякие вот мишки игрушки резиночки в наше время какие-то черные как будто покрышку резали и закручивали волос ты помнишь чем ты пользовалась в детстве такие резиночки у тебя были мне почему-то ассоциация что-то черные у нас были нет были разные вот такие у меня видишь папа море ходила и он привозил разным резиночки сейчас продаются во время проблему да у меня вот такие разные были там резиночки на резиночке всякие там подвесочки были вот носки интересные крабики или кто это или ленивец вот еще нужная вещь для женщин некоторые делают нарушенные ресницы там и ногти нарастим то ресницы то грудь увеличим и все это все для кого для мужчины для себя говорят что женщины все это делают для себя вот какая расческа красивая 4 евро уже купила за 2 евро но и что дали что нам дали в кафе пойти до конца месяца 40 процентов на на духе на все обалдеть представляете покупаешь на 2 получаешь 40 хороший магазин хороший идем выбирать духи молодежный какой-то за идем молодежной купим сейчас купим духи за 10 дадут акции на 99 за 10 только в туалет посмотрим какие духи мама выберет подростку молодежная можно мамам доверять или нет попадала да я примерно знаю как они с витасом поэтому я снимаю какие все бутылочки красивые и все такие разные типа губы типа пирожное вот это кто как себя сама выражает это типа женщина как вы думаете что это за шарики оказывается это воск для депиляции 1039 и эти шарики тоже воск видимо как-то надо подготавливать и делать депиляцию и всякие аппараты это какие-то стикеры для груди специальные крема чтобы загорать в солярии но бывают такие крема которые подходят и для улицы и для солярия но в основном они вот для солярия таких тюбиках почему-то не могу снять эти духи так засвечивает сильно баночка белая белая и очень сильно засвечивает там еще свет из-под полки и банка и получается что я не могу снять эти духи реал мадрид вот ставлю представляете все ее не видно блин добавлено приехал наш сергей приехал наш сергей здравствуйте сергей был в беларуси и привез конфеты олеся уже съела какую-то конфету жгучий ананас жгучий ананас вот это жгучий ананас говорит что не остров потом остро олеся как потом или сразу сразу до сих пор вот сижу до сих пор и лежит горит виктору понравится да и мне наверное понравится сергей уже привозил такой кетчуп цыганский кетчуп кто будет в беларуси обязательно купите очень очень вкусный очень и олеся привез под цыганский кетчуп охотничьи сосиски без антибиотиков представляете самое главное без антибиотиков и еще вот какие у них мешочки в беларуси на них написано бесплатно бесплатно у нас один цент а там бесплатно но сергей расскажи в двух словах как-то съездил беларусь нормально долго ехать был в этот раз но слога возвращались не приняли закон новый хитрый какой-то все очень все практически ничего нельзя вести и давать начало по порядку сколько ты ехал ой туда мы ехали вот от клайпиды и до минска выехали сюда все вечером туда приехали полдень пол за почти в полдень 17 часов где-то до 17 часов через латвия через экскурсионный автобус до экскурсионный автобус но и теперь что нельзя вести что нельзя вести это много чего сейчас скажу точнее если много чего тогда скажи что можно какая половина перевесит список у тебя прям целый каталог есть обалдеть но огласите весь список пожалуйста спиртное вообще нельзя спиртное крепкое вообще нельзя это подожди куда в литву или в латвию возить нельзя спиртное крепкой вообще вообще а райка вино 4 литра 4 лета не игристого вина сколько 4 литра кроме плюс и плюс да можно и вина и игристого или мнение 4 литра игристого вина а всего-сего 4 раньше через литву было два пара крепкого алкоголя так написано 16 литров пиво а где пиво грудонита игры его редко говорю но единственное что они добавили кроме российского и крымского нельзя увозить через латву а другие можно вот простые все но почему они сказали крепленные типа вот с добавлением спирта почему это нельзя не знаю потому что если крепкий алкоголь нельзя то не ответственно это не крепкие на 17 градусов только типа надо уничтожить уничтожили себя что еще нельзя это что можно ай можно вот это можно да вот они пишут меда мед нельзя мед можно сколько килограмм сколько больше 2 килограмм больше 2 килограмм он нам такую красоту принесли а чё так а теперь где чё это на и на лесина холодная алиса там подается салфеточка так все красиво вот твою я думаю америка на вот это а а какой тебе больше нравится а ты что брать очень нет нет а что ли брала не знаю что ли брала в общем это белый кофе просто молоком да бери сереж какой хочешь какой тебе больше нравится поделимся какая разница какой больше нравится подача конечно же это шикарно до крутится вот туда можно положить конфетку вообще мне нравится эта кафешка у них посмотри какие тарелочки почему-то мой палец туда не влазит для кого эти кружки для детей хочу показать какие тарелочки они веселенькие так так дальше что можно пишут пчеловодство продукты яйца устрицы и улитки можно видеть ай в живом это тоже что я килограмм можно да странно через лету ничего нельзя провозить это а там еще как-то можно но подожди скоро закроет ну вот может быть еще свежая рыба помытая без внутренности можно до соленая копченая до 20 килограмм можно странно буду ничего нельзя а через лату и можно вот вы можно сейчас подожди посмотрит это видео и запретят а мясо мясо можно либо булочные изделия можно кондитерские изделия можно при условии отсутствия начинки нас а значит мясо нельзя я так понимаю что пирожки с мясом нельзя а пирожки с капустой можно хорошо как он здесь купил не выдавайте все секреты не надо шоколад можно на право в сухом виде масло содержащие рыбу пищевые добавки сухом люди и другие продукты не содержащие более 50 процентов яиц и рыбных изделий все это до 20 килограмм один человек может 20 килограмм вот этого всего набрать продукта до шоколада как тебе шмонали сильно а у нас всех шмонали всех шмонали сначала через телевизор а потом через ручечками еще руками до ручечками потому что все покажите потому что у всех чего-то было у всех подбирают запрещено косметику косметику но стиль нельзя лекарственные препараты текстиль это рубашка майка до носки и трусы ничего свое хоть можно увлечить ну а новая поэтому девушки все этики ну да метику открывали чтобы не право а я как-то и не дочитал до этого месяца до конца но подбирали это половина данный штук отобрали до кое-что подбирали лекарственные препараты волокардин карвалол вальдол нельзя нельзя но если свое то можно ну да если что-то чего-то такое что предписано врачом тогда надо хотя бы рецепт иметь рецепт тогда можно будет тогда все это можно везти туда и назад и туда то же самое вот обувь детской одежды нельзя книги нельзя перевозить на каком языке на любом вообще книги возить в латву нельзя на английском на любом почему просто книги они чем провинились дерево нельзя но это понятно дерево металл нельзя это вообще дереве может жить какой-то жучок который заразит латвию ведь металл это драгоценный металл вы провозили матрешек всю отобрали и матрешек матрешки них они типа уверены что это дерево ну да там же вроде дерево сколько и мало а вот они вот решили по всем у меня не успели забрать я выкрутил спантин со всего автобуса но как обидно потом наверное все ехали и говорили у кого слова отобрали до каждого комплект почти был четыре матрешки типа 3 везем одну потом подарок было и почем сейчас матрешка там белоруссия не знаю свои дела были понятно ну как просто нет и шуми бабы не все виды крупные для растения это давно семена это давно нельзя потому что ты можешь привести заразу ну да вот они добавили что такое надо да орехи нельзя макароны изделия нельзя вдруг тут макароны попрятал мясо мясо и так нельзя вести йогурты ну молоко нельзя да все что молочные сырые да а в жару вообще тяжело попробовать пока ты доедешь но у меня церкви были там где-то их положил так что подавились но доехали я до них вы уже не добрался уже вот конфетку привела вот конфетки это прямо с коммунар покупала на коммунарки классный заводик слушай а еще расскажи знаешь как насчет валюты какую надо вести валюта любую евро можно и евро и доллары кому что но говорят что евро нельзя провозить то сказал до 10 тысяч пожалуйста а который вот 10 тысяч без декларации можно а смотрят в кошельке сколько имеешь валюты там евро на белорусской прикидываю сколько тебе надо на дорогу что чего купить а какой курс помнишь мы то сдавали последний раз 348 1 евро стоит 348 каких-то зайчиков там какие у них русских рублей белорусских рублей новых нового что вы старые зайчиками это как лет евро там 30 до до убрали 0 до убрали 40 что и стало все копейки был миллионер стал а ты с кем-нибудь общался там вот с белорусами как они вот не говорят какие у них зарплаты у них как бы не у всех зарплаты большие без запады не все жалуются ну некоторые жалуются мистер и не очень а за кнопку сколько стоит допустим вот какой-нибудь цену помнишь вот кетчуп сколько стоит кетчуп не помню не помню кетчуп точными полно что-нибудь на заведу конфетина сколько стоит на что не просто получаю любую цену на свои кофе на кафе мы так не ходим и берем то что нам надо ну понятно ну какой-нибудь цену назови для примера молоко там сыра не за йогурта что не было цену полтора рубля литр это примерно 50 евро центов где-то грубо то даже еще меньше чуть чуть меньше это я выберу молоко то которое повкуснее пожирнее и подороже я беру примерно 36 процентов а есть еще подешевле у него есть еще подешевле у них полтора процента два с половиной три два три с половиной и вот от трех до шести человек самое дорогое считается а хлеб 60 центов ну так лет до примерно около двух рублей буховничка тогда получается 60-65 центов давайте попробуем кофе а то остынет давайте попробуем в общем поехал сергей в беларуси и я его попросила сереж привези мне пожалуйста баночку белорусской горчицы и олесе сейчас рассказала в мультик такой есть собак умная собачка соня и горчица вот посмотрите мы только что посмотрели сидели здесь пока кофе пили и сергей мне привез горчицу покажи сереж горчица не подпадной доставать вот как раз вот эта штучка есть вот представляете какой ассортимент горчицы дебестации горчица душистая горчица боярская горчица баварская горчица французская горчица муштарда это еще не все открываю горчичный магазин повторяется горчица дежонская горчица столовая горчица русская горчица баварская было баварская а вот это вот другая а фирма друга а это французская нет три вида три вида вот черненькая крышечка вот такая фирма и потом сегодня кубикам а к и abc в общем и кетчуп цыганский ребята посмотрите обязательно мультик про умную собачку соню сереж большое спасибо а если ты хочешь картички ты так ее любишь как и я не я тебе баночку одну дам какую-нибудь какую хочешь баночку я даже не представляет какой надо будет начать серега тебе большое спасибо я в жизни не думала когда-то виктору во вьетнаме люди привозили хлеб и я захотела горчицы мы пошли купили горчицу и вот здесь серёга привез сергей сказал что одна баночка стоит примерно 280 это чуть меньше одного евро примерно 80 евро и такие баночки все красивые вот это тоже не знаю французская это что делать с ней с мясом хорошо мариновать мясо соус и делать с мясом жарить мариновать даже хочу вот попробовать такую никогда не покупала и даже интересно но вот этот понятно традиционные там эти а вот это вот дижонская представляете какие баварская такого цвета интересного она с чем-то тоже написано баварская к мясу алиса к твоим сосискам так что серега большое спасибо кошмар столько много горчицы завтра мне не звоните так что ребята если кто-то хочет поехать в беларусь вот серёга рассказал всю историю как туда проехать сколько стоять что можно провести спасибо сергею за рассказ за горчицу это мы в районе ну в том же самом районе около балтийского круга вот эти красные дома большие мне кажется больше чем девять этажей раз два три 4 5 6 7 8 9 10 этажей 10 нет там стадион дашь это сейчас посмотрим тренажер поставили и можно нам жителям просто приходить играть так вроде бы никогда не было запрещено жителям здесь какая-то школа и около школы сделали в прошлом году кстати с тобой гуляли и показывали контейнеры и около контейнеров написано если будете большой мусор выкидывать 600 евро штраф нельзя ставят а ночью стали вот ставить такие шатры ты не знаешь что в этом круглом шатре как первое футбол да и кольца и не вот это вот как где красное покрытие там и кольца и какие-то снаряды а там до футбольное поле и вот это яйцо круглое интересно что в этом яйце не приходят дети да не популярное место 0 литва же это баскетбольная страна баскетбол популярен футбол не очень вот это лидл и если идти по этой дороге прямо прямо то с правой стороны там где раньше был сад там сейчас биржа труда а здесь общая образовательная школа только не знаю про гимназии или гимназия там дальше 15 школа сейчас гимназия а это какая-то про гимназия ну вот летние каникулы и детей немного на улицах что нельзя видеонаблюдение и обязательно должны быть в спортивной обуви нельзя ломать инструмент поджигать нельзя на велосипедах самокатах нельзя пить курить и мусорить и как раз вот хочу посмотреть что в этом круглом яйце она какой не стеклянная не пластиковая просто как что-то натянули ничего нет надо посмотреть надо посмотреть что тут а закрыта до закрыта но там стоят стулья и один лежит мячик все а стулья такие и как бы сбоку такая подставка можно сидеть писать а может проводят какие-то уроки такие мягкое покрытие трава не настоящая вот это нет ничего там теннисного нет только вот футбольная площадка и там тренажеры можно бегать по стадиону это гелиос продине мокекла это начальная школа вообще 1 4 класс как у нас раньше были вот начальные классы так и здесь только учится 1 4 класс раньше скорее всего у них только вот это было да вот вот этот вот да это был интернат в мое время но тоже вот обшили утеплили здание старое было здание но посмотрите как вот эти северные стороны как они страдают и еще вот здесь люди могут достать допустим уборщица прийти или кто-то там запхоз какой помыть а уже выше надо вызывать или альпинистов или башенки ставить черное все очень очень все черное капец а это столовая а вот это старая кольца кольца от гриша покрытие меняли но покрытие знаешь какое асфальт если ты упадешь обычно сейчас мягкое делают покрытие а здесь если упадешь то уже упадешь по-настоящему внутренний дворик плитки наверное дети на 1 сентября вот у них здесь проходит как праздник праздник а для тебя был праздник когда ты шла на 1 сентября нет конечно хотела в первом классе вот и мой брат старше меня он же ходил в школу и когда мне надо было в первой классике он еще я помню мой брат с другом ты хочешь в школу я говорю да я хочу покажи как будешь поднимать вот так я буду руку подымать чтоб меня спросили он был правда на это вот садик раньше этот садик был от балтийского завода сейчас не знаю просто садик наверное и когда строили когда строили где сейчас находится поликлиника нефрида вообще строили как бы бассейн для этого садика но потом времена изменились и уже бассейны стали дорого поэтому сделали поликлинику нефрида а вот это бывшая 15 средняя школа сейчас какая-то гимназия литовская школа а что там у них смотри как интересно написано типа контейнер какой-то сделали и написано бумага наверное собирают старые тетради журналы и закрывают на замок а потом куда-нибудь куда-нибудь вот здесь у них паркинг и написано резервота гимназия зарезервирована для работников этой гимназии чтобы вот со дворов не приезжали и не ставили свои машины тоже такое поле футбольная настоящей травой интересно здесь бывает когда-нибудь футболисты или нет а это мы уже потихоньку пришли в фурпорт а вот сидит два котика олесе говорит стоит здесь кормят вот олесе рассказала интересная история это большая ель но она действительно большая выше вот этого дерева и вот здесь остался только пень вот здесь за качелями и говорит тоже была такая же ель и когда был ураган она упала ну то елка вот остался только пень есть это общаги общаги сейчас конечно же это не общаги выкупленные такие малогабаритные квартиры печально крысы да я боюсь я не взрослая боюсь иди приведи булку она будет меня спасать здесь так интересно между двумя домами проход но там есть какие-то комнаты комнаты или проход что там или просто холл или склад но окна стоят здесь красный кирпич а балкон плиточки обычно они отваливаются эти плиточки вот здесь сирень такой двор тоже он смотрите то стена зеленеет вот там зеленеет вот а здесь лежит кот а ты чей такой кот да 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 ух ты какой красивый но таких вычесывать надо интересно он уличный или чей-то кот вот так выглядит обычные дворы ничего особенного нет пару висит качелей горка и все трава оставили вот эти рогатки для сушки белья то что такое булка кто тут был только что кот был серый такой лохматый ты с ним дружишь или нет 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 ну покажи ну покажи себя ну покажи себя тебя давно не видели люди булка 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 вот такая хорошая булка да ну конечно у вас машин столько стоит много это капец конец рабочего дня а как ты приедешь домой где ты ее поставишь если не будет места да вот и как сейчас разъехаться если он умный понимает как если а эту собаку знаешь белую обычно собачники друг друга знают или она в гости приехала на длинных лап и белых это значит в гости видите какой концентрация какая машина большая и куда мы девчонки поедем на дискотеку со своей фонотекой булка ты и я и все без мальчиков едем по своим делам женским нас девичник только что был серёга с нами а теперь уже без серёги три девчонки едем на нудистский пляж и тогда надо на собачьи потому что с нами булка на нудистском можем нет нет ты представляешь вот мы сейчас были на море и говорили спасатели собакой на пляже находиться нельзя просьба покинуть пляж так что олеся если это нудистки это не значит что можно с собакой значит едем просто гулять обратите внимание какое красивое небо такие перышки сегодня кто-то кисточкой взял и нарисовал перышки очень красиво ты обращаешь внимание когда выхожу гулять да но у олеся есть булка это что значит что олеся встречает все рассветы и закаты есть же такое выражение если хочешь встречать рассветы и закаты заведи собаку на 5 часов это вот балтийский круг аккуратненько дяди тети все на нервах все спешат я тебе не мешаю обзору не я могу я могу так сесть ты говори ты главное вот здесь поставили светофора давно давно здесь не было этих светофоров ну да 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 раньше эта дорога была просто едешь и едешь три ряда и потом вот эта дорога переходит в мост но виадук мост кто как называет специально его построили чтобы разгрузить как бы эту дорогу сейчас 6 часик немного машин так все едут домой и многие наверное поедут за город потому что многие живут же как работают в клайпеде живут где-то за городом там горжда или прилегающих деревнях вот она уходит если чуть левее на палангу на каунас а если ты по городу куда-то то остаешься здесь туда две полосы пошло досмотре основная масса туда поехала какая-то машина непонятная автобусная остановка здесь значит автобус какой-то входит который возит заказ в свободную экономическую зону интересная машина какая это что она себя представляет какая-то аварийная служба и что это что это он не знает как ему ехать там женщина мне кажется за рулем ой боже я испугалась да женщина за рулем она прям встала на к вот это злостное нарушение кошмар какой она растерялась простил нет делать круг почета ну да мне кажется мы когда с виктором где-то так тоже попали мы сделали круг так когда это кольцо открыли я тоже делала почета потому что ты первое время не понимала как ехать где поворачивать это же было я ехала вот смотри сколько машин ты говоришь мало машин на той стороне это все едут домой а это все едут домой а мы едем на дискотеку и тоже вон впереди стоят но если вы бывали в каком-нибудь большом мегаполисе не в литве в литве у нас нет огромных мегаполисов то пробки у нас это не пробки вот когда человек в пробке стоит час полтора два вот это вот пробки а у нас это так кто-то забыл на педаль газа нажать до час полтора уже можно на метро да так у нас есть знакомые которые вот так в москве возвращались домой и он едет в машине а его жена говорит все я в метро и быстрее приеду и кушать приготовлю да 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 так и было мы когда были в москве 31 декабря но все разъехались в москве все разъехались по дачам куда-нибудь там в турцию может в египет не знаю и мы праздновали новый год 31 на 1 москва была пустая мы ездили ехали пробок вообще не было мы проехали вообще идеально но это у нас в принципе не пробка но хотя там зеленый горит сейчас будем стоять четыре светофора нормально вот парень хочет к нам интересно скажет спасибо или нет он должен лично сказать или хватит помогать машина должна сказать машина рядом удивляется что я снимаю вот молодец пожалуйста а мужчина вот в этом автобусе удивляется что я снимаю да он не знает что я снимаю нарушение снимаю я снимаю у меня живой регистратор говорящий а вон какая штучка смотри стоит на этом большая видишь справа большая машина интересно сколько она бензина жрет они много жрут вот эта машина большая насколько мы простояли два светофора до чтобы попасть вот сейчас на третье мы поехали ну пять часов только нормально как тебе кофе кстати мне понравилось но мне показалось что серёга заказывал американо так я выпила его американо а он выпил с молоком мне кажется он перепутал ему просто кружка понравилась красивая но мне понравился вкус крепкий хороший кофе у меня холодный нормально холодный он и холодный там все равно на основе молока делают чего-то и на лед добавляют понятно как его делаю до единственно был холодный но льдинок не было не положили да и кружка жира покупаешь там половина стакана льда да во Вьетнаме такое а тут вот просто холодный вот мы опять не успели все кино не будет на интересно сколько бензин стоит ты знаешь тут резко как-то упала цена на бензин евро сорок три вот а дизель евро 41 прям резко с евро пятидесяти там трех вот евро 43 хорошая цена можно ехать куда-нибудь на этой оптимистической ноте будем заканчивать сегодняшний видосик встретились с олесей серёгой пишите комментарии что вы думаете про очереди в беларусь про дорогу в беларусь 17 часов до скорых встреч пока пока